всем доброе утро вы знали что в америке не у всех дома есть стиральные машинки вот я допустим не знала и для меня было огромным удивлением узнать что здесь очень многие стираются в общественных прачечных и что эти прачечные пользуются популярностью у меня дома есть стиральная машинка но она находится у нас во дворе потому что мы снимаем дом на 4 квартиры и у нас прачечная во дворе отдельно и моя стиральная машина стоит денег то есть за это нужно свою стирку нужно платить стирка стоит полтора доллара а сушка стоит 1 доллар в итоге 1 получается стирка выходит не оба обходится мне в два с половиной доллара ну как бы это достаточно дорого на самом деле учитывая то что им я стираю часто у меня маленький ребенок он часто пачкается ну и по скапливается очень много вещей поэтому ну когда там маленькое количество вещей я обычно стираю своей стиральной машинке а когда я стану допустим стираю постельное белье пледы когда у меня там очень большая стирка я езжу в общественную прачечную там разные цены есть но я вам сейчас все покажу и расскажу как это здесь все работает вот для американцев на самом деле это целый ритуал ездить в эту прачку они там привозят вещи я не знаю скоп скапливают наверно там неделями по три по четыре баула это все загружают стиральную машину и там сидят пока то все стираются они там ждут потом перекладывают в это в сушилку и вот они там могут даже покушать сидят там в карты играют ну очень для них это какой-то определенный ритуал ну для меня нет я успеваю сделать очень много вещей пока это все стирается ну в общем вы если со мной покатаетесь покажу вам все баул большой собрался моя прачечная куда мы сейчас с вами поедем находится недалеко от моего дома ну если конечно пешком идти может быть минут 10 но на машине три минуты таких прачечных по всей америке очень много и в каждом в каждом районе обязательно есть такая прачечная бы есть дома в которых есть в квартирах стиральные машинки а есть что такого что нету перекресток переедем очень удобный перекресток без светофора есть допустим такие дома в билдинге билдинге это многоквартирные дома которых допустим есть стиральная машина там одна на этаж или там четыре штуки на этаж и все они платные то есть за все нужно платить туда до сумму свадька че-то ки монетки 25 центовые монеты и практически везде на стоит где-то полтора доллара за стирку и доллар за сушку а иногда и там полтора доллара за сушку тоже мне выгоднее на самом деле стирать в общественной прачечной и вообще я считаю что там стирают лучше чем моя стиральная машинка сегодня буду стирать постельное белье плед полотенца в общем у меня выйдет большая куча и поэтому мне нужна стиральная машинка повместительное чтобы сразу все закинуть и сразу потом это все дело высушить что я уже настолько отвыкла от того что здесь нету этих таких штучек где вещи сушатся сушилок здесь кладешься в сушку все это сушится и кстати дайте что у меня дома нет утюга вы представляете у меня был утюг и я его не пользовалась и поэтому за ненадобностью я его подарила свои подружки после этих стиральных машин и сушек были не одну фигню забыла елки-палки есть такие специальные салфетки они они ароматизированные и их клада кладешь в стиралку в точнее в сушку чтобы вещи не электризовались и не мялись представляете это еще забыла ну ладно сегодня постираю так вы постельное белье пофиг вот так что я не глажу вас вещи вообще у меня нет утюга я никогда бы не подумал что у меня такое будет ну иногда бывает такое что там она высушится чуть-чуть помятая ну повисит отвисится и нормально а если вы думаете что в этих прачинах стираются только всякие там нищеброды да бомжи то вы глубоко заблуждаетесь туда приезжают достаточно приличных машинах приличные люди бы я тоже приличный человек не какой-нибудь там мы не в гетто живем что вы сразу скажете наверно мне что вы живете в таком районе что у вас там ни хрена нету нет мы живем в нормальном районе но вот у нас дома стиральная машинка которая во дворе общая и поэтому мне удобно попользоваться этой прачечной вот мы приехали ну вот мы приехали в общественную прачечную называется она коэн ландри смотрите здесь есть очень много парковочных мест есть там пару мест для инвалидов и парковочных мест наверно штук 67 для обычных машин сейчас я приехал это будний день обед и поэтому здесь есть парковочные места а если приезжаешь допустим выходной день воскресенье что вообще не пробиться здесь просто блин очень много народу бывает такое что приходится даже ждать пока стиральная машина освободиться чтобы не ехать там другую прачку реально прямо бывает много-много людей которые стираются прям большими кучами бабулечка тоже постирала своего бельишка сейчас я вам покажу дальше очень тяжелая штука видите какие-то свежливые люди помогают где придержать двери вот такая большая здесь прачечная здесь находится ну я их не считала но я так думаю что около 30 то 40 стиральных машин здесь вот есть стулья где можете вы подождать пока ваши вещи стираются с двух сторон достаточно много места стол на котором вы можете покушать здесь есть прачечная такая типа химчистка и есть вот такой вот аппарат где вы можете разменять деньги потому что принимают только кортеры только монеты и если вы кстати вам не дадут разменять деньги вам не дадут разменять деньги если вы не стираетесь здесь а мужчина который работает тут в прачечной химчистке сказал что здесь снимать нельзя ну когда я ему сказала что это для русских что русские никто не знает что не русские что из в америке пользуются вообще прачечными общественными он не разрешил ну сказал ну ладно раз это для русских русским можно уважение если вдруг вы забыли взять с собой порошок не беда здесь есть вот такой аппарат который в котором вы можете купить себе порошок он смотрите разные там и тает есть и есть вот с отбеливателем разные 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 но это порошок который не капсулами а именно сыпучий порошок вот здесь он пакетики для стирки и вот такой аппарат где вы можете взять себе напиток попить пока ожидаете вот такие под стиральные машинки маленькие они стоят 2 доллара он смотрите вот сюда запихиваешь денежку делаешь вот сюда и она стирает есть вот такие стиральные машинки они стоят 3 доллара она более вместительная обычно такой стираю есть вот такие вот прямо гигантские стиралки которые стоят 4 доллара а дальше вот в том ряду вот здесь вот вы все можете видеть это все сушилки 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 все гигантские просто вот на этих столах вы можете раскладывать свои вещи а вот такие вот тележки которые чтобы вам не таскать то все белье мокрое и сухое вы можете их передвигать ну что погнали загрузим сначала надо деньги разменять у меня есть 10 долларов вот нужно их сверху этими личиками сувать чик чик и давай ой что-то не хочет мне фальшивую купюру дал эй не хочет прикиньте ну когда другой стороной ну а все нормально про прошла прошла транзакция на короче для той стиралки мне нужно 3 доллара в каждом долларе по 4 портера это значит не нужен 12 монеток не так нравятся эти монетки у них на каждой обратно реверсе изображены разные абсолютно разные рисунки там национальные парки есть в этом году говорят что вы будут выпускать монеты на реверсе которых будут изображены 5 легендарных женщин но пока не видела еще ни одной вот смотрю вот я себя была коллекционером я бы с удовольствием собрала бы полную коллекцию этих монет обожаю эти монетки просто где-то есть просто с орлом где-то вот даже там я думал от летучие мыши а мне потом люди добрые написали в тик ток что это оказывается не летучие мыши а эти летающие собаки или лисицы ну в общем ну не летучие мыши но очень похожи сначала нам надо чтобы вам сейчас было видно бабосики вот сюда я наливаю кондиционер если у вас сыпучий порошок то вот сюда надо будет насыпать песок стороны будут насыпать порошок вот но у меня порошок не такой у меня капсулы поэтому вот такую большую трехдолларовую машинку на такую большую кучу белья я использую 3 порошка вполне более чем достаточно места много я думаю что все поместится плотничком пошло плотничком вот так закрыли и теперь давайте заплатим так нам нужно горячая стирка нужна нужного теплая вот сюда вот закидываете денежку 3 бакса вынь да положь ну по чесноку если врага говорить что эта стирка это прачечная обходится мне дешевле если бы я стирала допустим это все частями дома вот сейчас я допустим потрачу три доллара на эту стиралку и потом где-то за полтора может быть два доллара учитывая там большую большую загрузку я буду сушить поэтому мне обойдется грубо говоря нас 5 баксов ты-динс погнали ну все пока мои вещи стираются а стираться они будут наверное минут сорок сто процентов там не написано сколько стирка но я уже знаю примерно что они минут сорок будут стираться и за это время чтобы не тратить время зря мы с вами сгоняем быстро магазин и купим там воды надо купить но кое-каких продуктов но сам заводочек поедем сейчас мы чувачка пропустим который среди сколько вещей привез полгода копил не стирал смотрите сколько у него шмоток и это еще не фигня иногда привозят вообще по 4 по 5 мешков пока то мои шмотки стираю воду в бутылках кстати здесь продаются бутылки баклажки которые в москве там продают в россии продаются по 5 литров они здесь стоят они здесь продаются галлонами один галлон до 3 и 38 литра примерно той воды которую я пью который обычно покупаю сегодня оказалось что не оказалось поэтому я здесь купила совсем совсем не воду вот собственно что я купила три бутылки разного пива два кита вот одно тоже очень флоридская флоридская и мексиканская молочка и винчик но сегодня же это пятница-развратница и фрукты ягоды для ребенка у меня на кассе попросили айди подтвердить мой возраст что мне есть 21 год приятно блин приятно а у меня документы машине так что я подожду не на серьезно неужели не видно что мне уже есть 21 год погнали в другой магаз за водой здесь были бы лава конечно вода но такая в полторашках короче а мне нужна которая галлонами поэтому едем в другой магазин там чем-нибудь купим смотри какая она стучина двигается наверное вечером дождь будет причем такой не кислый черным-черно а сейчас мы с вами пойдем за водой в пабликс это еще один на сетевой американский магазин про пабликс более подробно расскажу попозже и покажу что там продается тележка нужно вот и нам нужная полочка с водой здесь я по-любому чтобы тебе возьму не знаю сейчас выберу какую-нибудь воду не знаю не задавали на такое поэтому самую обычную вот видите галлон и вот такие еще ручки смотрите сейчас вам удобно показать видите какие бутылки здесь вот так вот чтобы брать и наливать вот таких бутылок надо взять наверное штук шесть стоит она 1.45 за галлон но это не самая лучшая вода та которую мы в 3d жест покупаем она подороже дядька проезжает не проезжает на кассах очередь а работает всего три кассы поэтому я вот здесь вот стану типа селф чекаут на самообслуживание сама себе все пробью тут все дела побыстрее движется надо хоть что-то положила его в этот так воды я короче набрала на 12 баксов он пошли сбытала по 45 заплатим все ну вот тот самый багажник который вы уже видели тут еще и выжить лишь еще один самокат от друзей остался так теперь мы что положим еще и воду покажу да да там там добавилось еще 6 бутылочек воды вот так в общем купила я воду приехала из магазина теперь пойдемте переложим вещи в сушку наши вещички постирались подогнали мы вот такую тележку и выгружаемся погнали сушиться ну конечно здесь небольшой бардачок такой себе ну к вечеру здесь обязательно убирают смотрите какая огромная сушилка здесь все поместится и вот одна минуту и точнее один квартир ты закидываешь это стоит 8 минут 8 минут стоит 25 центов сейчас мы загрузим и потом заплатим выбираем смотрите главное тут сверху сушится два этих не вы не не перепутать выбираем самую горячую я закинула на шестьдесят четыре минуты ночью на один час погнали а пока моя сушка будет сушиться я бегом бегу домой потому что мне надо приготовить что-нибудь покушать вот не минуты покоя вообще клянусь иногда даже не успеваешь ничего через час надо будет вернуться за вещами за это время и дождь еще пошел на что я сейчас приготовлю не скажу потом покажу смотрите дальше буду сохранять интригу до конца у меня есть одно любимое блюдо которое быстро готовится и я его очень люблю я помидоры забыла купить а по моему у меня дома есть один помидор ну в общем я хочу приготовить одно очень интересное блюдо которое думаю что вам тоже очень понравится по моему сегодня я не успею ничего приготовить потому что у меня курица была замороженная я поставлю размораживаться она у меня на 40 минут там большая курица поэтому я я сейчас поем у меня есть плов я сама поем а готовить придется вечером или ночью в общем про это блюдо я напомните мне не забудьте мне напомнить я обязательно сниму видео отдельно про это блюдо как я его готовлю потому что я очень хочу поделиться с вами своим рецептом пойду коня привяжу я вернула за своими вещами они уже у меня досушились на самом деле прошло уже куда больше часа но я не могла приехать раньше потому что у нас пошел сильный сильный ливень а он там тучу показывала показывала она к нам дошла и вот теперь больше часа прошло я вернулась за своими вещами кстати не переживайте никто вас здесь вещи не украдет и бывало такое что я там приезжала их утром оставила сушиться и приезжал только вечером ничего с ними не происходило тут никто вещи не ворует ну по крайней мере я такого еще пока не слышала выгружаем все это опять в тележку и потом я уже буду раскладывать вот на этом столе здесь раскладываю вещи обычно я могу раскладывать еще дома когда у меня нет времени раскладывать здесь я кидаю обратно в корзину и раскладываю дома но когда здесь никого нету я предпочитаю отложить здесь здесь когда атмосфера более располагает что ли раскладывать вещи и потом уже остается только дома взять их и развешать по полочкам и все вот видите практически не мятое это еще рубашка такая майка такая мнущаяся сильно поэтому она у меня еще мнется а так ничего не практически ничего не помят тут есть такие чуваки работают здесь кем они здесь работают на заказы принимают что постирали вещи я один раз наблюдала как они раскладывают постельные белье с такой скоростью просто так четко качественно профессионально вообще я стала с ним рядом думаю сейчас я попробую хочет посоревноваться с ним в скорости час скорость моя скорость была на уровне черепахи рядом с ним он жиг-жиг-жиг-жиг-жиг парень молодой представляете область какой лучше с постельным бельем придется повозиться потому что не очень удобно его не очень удобно все мое белье сложено и теперь все можно ехать домой поперли домой большая стирка закончена ну что ребята вам понравилось сегодняшнее видео я надеюсь что да поэтому не стесняйтесь ставьте лайки комментируйте я отвечу на все ваши вопросы вы то ли еще будет